Добрый день еще раз, очень приятно вас видеть. Я постараюсь вам рассказать вот эту вот тему нашей сегодняшней лекции, почему вымерли мамонты. Надо сказать, что огромное количество литературы по этому поводу написано, и я вам расскажу совершенно маленькую-маленькую часть, ну такое введение даже, можно сказать, в проблему. Не знаю, сможете ли вы понять, почему они действительно вымерли, потому что на самом деле ученые спорят-спорят, и, наверное, будут спорить еще много-много лет на этот счет. Мамонты. Так, ну давайте тогда начнем хотя бы с каких-то общих таких вещей. Можно следующий слайд, пожалуйста. Сначала мы посмотрим вообще, кто такие мамонты, откуда они появились, когда появились, ну потому что вымирания на нашей понятии, они происходят постоянно. И почему конкретно мамонты вымерли, да? Потом мы поговорим, да, почему нас именно мамонты так сильно волнуют. В общем, мамонты. На самом деле, относительно недавно, когда генетики получили возможность расшифровывать, очень быстро расшифровывать ДНК разнообразных животных, мы получили несколько иную картину мира, нежели биологи, эволюционисты представляли себе ранее, которая сложилась на основе классических методов исследований, ну просто сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии. И благодаря вот как раз изучению ДНК и развитию современной техники и новых возможностей молекулярных биологов, генетиков, мы узнали, что родственниками слонов являются ни много ни мало такие животные, ну не знаю, слышали вы когда-нибудь таких животных, например, как сирена. Сирена, дюбонь, ламантин. Очень редко люди про таких животных слышали, но, ну не знаю, из вымерших животных, можно сказать, стеллерова корова. Вот она как раз вымерла по вине человека, про человека мы тоже будем говорить в этой лекции сегодня. Вот видите, мамонты, они входят в такую группу афротерии, красным таким овалом обведена вся эта группа афротерии, относятся они к хоботным, их ближайшие родственники это сирены, даманы, трубкозубы. Даманы, не знаю, может некоторые из вас слышали, кто такие, даманы. Трубкозубы иногда можно видеть у нас в зоопарках, очень своеобразные такие животные. Слоновые прыгунчики, да, само название слоновые тоже их сближается со слонами, с хоботными, хотя, конечно, раньше совершенно не думали, что они родственники слонам и апросарициды. Ну, сарициды это вообще такое латинское название применяем для бурозубок, похожих на полевок. Такие животные, которые мышей, полевок, которые у нас тоже под ногами в лесу ерзывают, но мы обычно не знаем, кто это такие. На самом деле, это насекомоядные животные, но в данном случае эти афросарициды, это какая-то другая отдельная группа. И видите, хоботные вообще появились, вот здесь видны вот эти вот линии, заканчивающиеся цифрами, эти цифры, вот 55, да, там, где начинается вот эта веточка к хоботным. Это 55 миллионов лет назад вообще появились первые хоботные на нашей планете. 55 миллионов лет назад. Это вот самые древнейшие родственники современных наших слонов в палеонтологической летописи. Ну и не только в палеонтологической, поскольку я уже сказал, что вот это вот эволюционное дерево построено в большей степени на изучении молекулярных данных. Оно, а эти данные позволяют еще взглянуть вглубь, когда разошлись те или иные группы животных. Но это другая тема. Можно следующий слайд. Вот уже перейдем непосредственно к хоботным. Это очень разнообразная группа, и когда-то слоны, ну я по-простому буду называть их слоны, они населяли вообще все континенты, ну, наверное, за исключением Антарктиды, наверное, в Антарктиде их еще не находили, наверное, и не найдут. И они были очень разнообразны. Ну вот, я вам уже сказал, да, опять эта цифра 55 миллионов лет назад. Хотя, видите, находки ископаемых хоботных, они известны даже чуть древнее. Фосфотериум. И, насколько я помню, они приурочены, ну, примерно к северу Африки, где-то в Мароке, в Алжире найдены древнейшие представители. Ну, и здесь даже еще не все ветви хоботных, наверное, показаны, и не со всей детальностью. Там показаны некоторые представители хоботных, ну, что основное их отличие от остальных животных, кроме крупных размеров, да, ну, то, что бросается в глаза. Вот, естественно, хобот, и такие крупные бивни. Бивни — это зубы, увеличенные резцы. Про зубы мы потом поговорим, можем уже после лекции, я вам перенес, чтобы можно было в руках подержать остатки мамонтов. Можем рассмотреть подробнее, какие зубы у мамонтов. Ну, вот эти вот бивни, люди иногда называют их рогами, это, конечно, рога и бивни совершенно радной природы. Бивни, как я уже сказал, это такие увеличенные резцы. Ну, и эти увеличенные зубы, они бывали не только в верхней челюсти, но и в нижней у некоторых представителей. И у некоторых вообще они были как в верхней, так и в нижней. То есть сразу увеличены были... Вот эти очень плотибеладон в миоцене, справа веточка уходит, у него как раз нижние зубы увеличены такой лопаточкой, они загребали водную растительность, поедали при помощи своих зубов. Ну, а нас интересуют мамонты, да? Вы видите, где веточка мамонтов отходит от ствола современных слонов. Это около 5 миллионов лет назад. Появился этот род, наверное... Ну, хорошо, давайте скажем, в плеоцене. Да, в плеоцене точно появился этот род. Ну, а нас с вами интересует все-таки только один вид мамонта. А можно следующий слайд. Сколько вообще было видов этого рода? Вот я произношу слова вид, род. Тоже, может, не все себе представляют, да? Что это значит? Ну, в биологии мы классифицируем животных. На примере человека, например, да, мы с вами являемся видом Homo sapiens. Homo – это род, родовое название, а sapiens – видовое. Человек – видовое. Но в этом роде Homo было тоже много видов. Вот точно так же и у рода мамонтов, который называется Mamutus по латыни, было большое количество видов, и Mamutus primi enius, который их жил дольше всего, и вымирание которого больше всего и обсуждается, он, сразу скажу, что он появился примерно где-то в древнейшей находке 700 тысяч лет назад. И на большей части своего ареала, того места, где он обитал, они вымерли 10 тысяч лет назад. Но некоторые из них доживали и до 4 тысяч лет назад. На островах в Северном Ледовитом океане и в Тихом океане были популяции. В Тихом океане они до 6 тысяч лет назад доживали, а на острове Врангеля самые последние мамонты жили еще 4 тысячи лет назад. И обычно такое сравнение приводится, когда в Египте, в Китае уже были достаточно высокоразвитые цивилизации, когда строились пирамиды, где-то на острове Врангеля на нашей планете еще ходили мамонты. Да, и вот здесь показано, соответственно, как они мигрировали по разным континентам. Как я уже сказал, появились они не только вообще хоботные, но этот род, он появился в Африке, потом мигрировал в Евразию и из Евразии уже перешел в Северную Америку. Каким образом, это мы чуть позже поговорим. Так, видов мамонтов разные ученые этого рода насчитывают 7-10, в зависимости уже от собственных предпочтений, ну или даже некоторые больше видов выделяют. Можно следующий слайд? Где они обитали? Ну вот именно вид шерстистый мамонт. Мамутус примирениус. Они обитали, вот на нижней картинке слайда, показанной зеленым цветом, ну практически на всей северной части Евразии и значительной площади Северной Америки. Ну и звездочки показаны там, где мы с вами находимся, то есть практически в центре ареала обитания этого животного в Евразии. А верхняя картинка нам показывает разнообразные, как сказать, ландшафты, которые существовали в те времена. Как я уже сказал, этот вид существовал где-то с 700 тысяч лет назад и до 10 тысяч лет на большей части территории, где они жили. И ареал мамонта приурочен к очень интересному такому растительному и ландшафтному пространству, растительному сообществу, ландшафтному единице, как тундра степи. Вот они коричневым цветом, ну или в данной книжке, это называется «мамонтовая степь». Тундра степи это обычно в русскоязычном варианте произносится, а англоязычные коллеги говорят «мамонтовая степь». Вот коричневым цветом показано распространение этой мамонтовой степи, тундра степи. И хорошо видно, что ареал мамонта практически совпадает тоже с этой тундра степью. Ну, разве что в Северной Америке, вы видите, да, белым покрыто пространство, ну, это просто пространство континентальных ледников, которые в какой-то момент там существовало. Можно следующий слайд? Ну, и если говорить уже о нашей территории и вообще о климате, который был тогда, ну, он не сильно отличался от нашего сегодняшнего климата. И вообще надо сказать, что мы все живем сейчас в четвертичном периоде, как геологи говорят, ну, как существует геологическая периодизация истории нашей Земли. Может быть, на слуху больше археологическая. Археологи тоже делят этапы существования уже человеческих культур на территории, на планете. И, наверное, такие названия, как бронзовый век, железный век, каменный век, он более привычен слуху людей. Но у геологов есть своя периодизация, поскольку жизнь на нашей планете появилась задолго-задолго до человека. И эта периодизация, она тоже была, кстати, построена в первую очередь на истории эволюции фауны, флор на нашей планете. И мы с вами живем в четвертичном периоде, и он характеризуется значительным похолоданием, которое случилось на нашей планете, и охватывает последние два, примерно, два миллиона лет. И уже внутри этого четвертичного периода существовали собственные, уже более мелкие периоды потеплений и похолоданий. Мы с вами сейчас живем в потеплении или похолодании. Вы представляете себе? Ну, я обращаю вопрос тем, кто не знает этого. Холодно. Сейчас на улице холодно, да, но это... Хотя нет потепления. Это время. Да, это температурные колебания сезонные, времен года. Сейчас мы живем, несмотря на то, что сейчас на улице холодно, в потеплении. А во время похолоданий было еще холоднее. Но отличие было не только в том, что было холодно, но, как считают ученые, еще из-за того, что было холоднее, влажности было намного меньше в атмосфере. И для периодов потепления, как сейчас характерно, вот довольно, по крайней мере, у нас тут на севере, довольно мощные снежные покровы. Потому что влага, которая есть в атмосфере, она выпадает в виде осадков, летом в виде дождей, зимой в виде снега. А вот в периоды похолоданий, которые случались внутри этого четвертичного периода, было хоть и холоднее, но снега было меньше. И, соответственно, мы сейчас живем с вами на пространствах, на огромных пространствах тайни. И еще чем, даже наш округ, он знаменит, здесь огромное количество болот. Вот в те времена, если говорить, ну, даже о нашей территории, хотя, давайте, ладно, тогда говорить не только о нашей территории, а вообще, хотя здесь приведена схема именно Европы и Западной Сибири, в основном Сибири. Я уже сказал про так называемые тундра степи, то есть тайга и болото, это как раз характерные признаки вот этих теплых периодов. А тундра степи, они характеризуют периоды похолоданий. И в одной из похолоданий, видите, здесь показаны границы оледенений, и самое большое из оледенений, которые к югу расположены, мы здесь же опять же, Кантамансис показан звездочкой, соответственно, одно из оледенений покровных, когда ледники наползали на континенты, не только были на южном и северном полюсе нашей планеты, но и распространялись на континенты, оно доползало и до территории Кантамансиска, и даже южнее, считается, где-то до Корноправдинска, или, может быть, даже еще южнее. Но это оледенение, оно, соответственно, видите, вот здесь можно посмотреть, 140 тысяч лет назад было примерно. А следующую картинку можно? Мы с вами будем говорить про те времена, когда случилось умирание мамонтов, когда оледенение было не столь значительно, и на территории Западной Сибири, по крайней мере, ледников не было. А, и еще что интересного можно сказать, поскольку ледники вбирали в себя огромные массы воды, даже сейчас можно услышать, да, нас все время пугают, но это вполне справедливое опасение того, что если ледники растают, то уровень мирового океана значительно повысится. Но вот когда ледники, наоборот, набирали мощь, они вбирали в себя огромное, просто колоссальное количество воды, ведь эти континентальные ледники достигали мощности в километры. Представляете, эти массы льда в один-два километра. И, соответственно, уровень мирового океана понижался очень значительно. И вот, по крайней мере, вот в это, даже не самый, вот в это оледенение последнее, не самое крупное, уровень мирового океана минимум на 100 метров понижался. Представьте себе, да, если понизить уровень мирового океана на 100 метров, что произойдет, это огромные шельфовые пространства мелководные, они становятся осушенными, ну, естественно, кроме тех, которые заняты и так ледяным покровом. И вот тогда-то и соединялись не только какие-то там отдельные островки, находящиеся недалеко от континентов, но и сами континенты, и Африка с Евразией еще более, в большей степени представлялась собой, какое единое пространство. И Евразия, наверное, Америка соединялась так называемым Берингийским перешейком, но этот перешейк был в длину там около двух тысяч километров. То есть это, по сути дела, становилась такая Евроамерика, единый такой континент. И вот эти процессы колебания уровня мирового океана, они происходили циклично, в зависимости от того, было похолодание или потепление. Во время потепления, как сейчас, соответственно, между нашими двумя континентами есть, хоть и небольшой, но все-таки пролив. А раньше по этому сухопутному перешейку происходили миграции, свободно происходили миграции животных, как в одну, так и в другую сторону. И таким образом, собственно, если вы говорите о Мамонте, Мамонт и попал сначала в Северную Америку, а некоторые представители более ранних хоботных и Южную Америку... Так, следующий слайд, пожалуйста. Да, я недоговорил про тундростепь. В тундростепе из-за того, что я вам рассказал, что в таких лесах мощных хобот не было, а вот были вот эти пространства тундростепные, на которых росли растения, ну или даже так скажем, ну, представляете себе, наверное, что представляет из себя тундра, а что степь, да? Или не очень хорошо? Ну, в тундре не только мух, да? Нет, там все-таки древесная растительность тоже есть, но она очень угнетенная. Это различные карликовые березки, карликовые ивы, кедровый слайдник, большое количество лишайников, мухов. И степь, это тоже открытое пространство, где произрастают разнообразные злаки и другие цветковые растения. И в те времена, в холодные времена, эти растительные сообщества, они совмещались в пространстве и вот как раз образовывали тундростепи. И именно вот эта биомасса, которая произрастала здесь, она и давала корм для огромного количества растительноядных животных, к которым относился и мамонт. Ну, вот давайте посмотрим, с кем же вместе жил мамонт. Часть из этих животных тоже вместе с ним вымерла, или даже кто-то раньше, кто-то позже. Другая часть живет вместе с нами и сейчас. Ну, на предыдущей картинке, кто там был, большерогий олей, а это тоже вымерший вид, и пещерный медведь. Пещерные медведи вымерли несколько раньше, чем мамонты, большерогие оленя несколько позже, чем мамонты. Следующую картинку. Ну, и характерные представители еще, такие как шерстистый носорог, первобытный бизон, северный олень, разнообразные виды лошадей, ну, и такие хищники, как пещерный лев, росомаха, гиены. Ну, здесь, конечно, не все животные, но мы в первую очередь будем говорить о тех животных, которые обитали именно на севере ареала этой мамонтовой фауны. Да, она вся так и называется, мамонтая фауна, по главному представителю. Что я хотел сказать? Да, какие, собственно, адаптации у этих животных для существования в холодном климате? Конечно, мы видим, что вот эти северные слоны, северные носороги, у них очень густая шерсть. В отличие от современных слонов у мамонтов, наиболее характерные такие признаки, значительно меньше уши, потому что если у современных слонов, которые живут в жарком климате, уши играют роль таких терморегуляторов, там им наоборот жарко, то на севере, конечно, такие уши совершенно не нужны были, они уменьшались в размере. Хвост был несколько поменьше, и еще была такая кожистая складка, которая прикрывала анальное отверстие у мамонта, чтобы ему не дуло, что еще, самое отличие в строении хобота, кстати, у мамонта хобот, у слонов на нижнем конце хобота есть такой, как отросточек, как палец. Вообще, хобот это замечательное устройство, которым они могут делать большое количество операций, и вот этот отросточек, он тоже помогает делать какие-то достаточно мелкие операции. Так вот у мамонта было два таких отросточек, и снизу, и сверху. Ну и еще достаточно большое количество отросточек, но более мелких. Уже на физиологическом уровне тоже выявлены. Можно следующий слой. Ну вот я уже говорил про условия, про более холодные и теплые. Ну вот здесь вот снизу приведена картинка теплого Межледниковья. Но, правда, видите, кто там удыхается, да, это бегемоты. Конечно, на нашей территории бегемотов не было, но это картинка для Великобритании. В потеплении в Великобритании примерно где-то 40-50 тысяч лет назад, если я не ошибаюсь, жили бегемоты. То есть мы говорим о всем этом периоде, четвертичном периоде, как о холодной эпохе, но на самом деле потепления были достаточно значительны в такой степени, что на территории современной Великобритании обитали даже такие теплолюбивые животные. Вот и гиены там какие-то видны. Ну а вот типичные пространства вот этой тундры степи. Хотя, конечно, были такие интерзональные ландшафты, где произрастали и древесные растительности, конечно, где-то были и болота. Следующий кадр. Ну, здесь вот картинка из довольно известного автора Дейла Готри, который показывает, почему именно тундра степи, в отличие от современной тундры, они могли прокормить огромное количество растительных и ядных животных. Ну вот я не договорил, да, к ним относились и мамонты, и бизоны, и северные олени, лошади. Так, следующая картинка. Так, причины вымирания. Давайте же поговорим вообще о вымираниях в целом, а потом уже обратимся непосредственно к шерстистым мамонтам. Вымирания на нашей планете происходили на протяжении всех времен, как существует жизнь на ней. И, соответственно, причины вымираний, они очень интересуют ученых. Не только почему мамонты вымерли, да, ну, кроме мамонтов, хорошо и известна такая же пристальное внимание к вымираниям динозавров, ну, и других тоже видов животных. Ну, и здесь перечислены, в общем, достаточно стандартные такие... Весь набор, который обычно ко всем из этих вымираний, которых было достаточно большое количество, применяется. Чаще всего это какие-то катастрофические на слуху вещи, болезни, конкуренция с другими видами, изменение окружающей среды, влияние каких-то хищников, генетическое однообразие популяций, и небольшая численность самой популяции. Ну, и в последнее время на нашей планете, конечно, появился такой фактор, как человеческий. Мы хорошо знаем, что и сейчас на нашей планете происходит вымирание очень значительное, и тут уже мы не сомневаемся, что все это происходит благодаря человеку. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и вот здесь показана такая картинка уже... Какие крупные вымирания вообще происходили на нашей планете. Ну, самое известное вымирание, кроме ближайшего, связанного с мамонтами, это, конечно, мелполиогеновое вымирание, когда вымерли динозавры. Вот видите, на рубеже 65 миллионов лет между медозоидом и кайнозоем. Вот там такой спад численности. Да, здесь по одной шкале приведено время, палеозой, мезозой и кайнозой, и цифры это миллионы лет. А вот по этой шкале приведено количество семейств, ну, правда, семейств животных, правда, исключительно морских. Я взял картинку из исследования, где говорится исключительно про морских организмов, но наземные организмы иногда этот график немножко портят, но, в принципе, они точно так же такую же картину дают. Вот, может быть, растительность несколько иначе. А самое крупное вымирание, которое случилось на нашей планете, вы видите, вот там где 250 миллионов лет между пермским и триасовым периодом. О нем вообще обычно люди не знают, все говорят про динозавров и про мамонтов. И по сравнению с пермь-триасовым вымиранием, что динозавры, что недавнее вымирание, оно никакие, извиняюсь за грубые слова, ворота не лезет, потому что на границе Перми и Триаса вымерло там больше 90% семейств, существовавших тогда на планете. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и вот посмотрим колебания, я, правда, про это уже немножко рассказал, это колебания температур. Вот уже за последние 500 тысяч лет назад, и видите, вот эти вот графики, они отражают как раз периоды похолодания и потепления. Они случались неоднократное количество раз. Ну, говоря про вымирание мамонтов, можно сказать, что... Можно обратно вернуться на несколько еще. Когда говорят про вымирание мамонтов, то, в общем-то, все вот эти вот причины тоже приводят, ну, за исключением, может быть, хищников и конкуренции с другими видами животных. Очень часто приводят, в том числе и катастрофические какие-то причины, и про метеориты тоже говорят, и про болезни очень часто говорят, про разные болезни, про это мы поговорим тоже. И про численность популяции и генетическое однообразие, ну, это очень сходные факторы такие, когда численность популяции, количество животных уменьшается, соответственно, и генетическое однообразие уменьшается. И все-таки из этих двух причин основными на сегодняшний момент являются... Что является спорами между ученых? Это изменение окружающей среды и человеческих факторов. То есть есть ученые, которые говорят, что повлияло изменение окружающей среды, а кто-то говорит, что распространение нашего современного вида человека, всесветное по планете, и увеличение его численности, оно привело к тому, что он начал активно охотиться, в том числе и на слонов. Ну и вообще то вымирание, которое случилось примерно 15-12 тысяч лет назад, оно считается вымиранием крупных млекопитающих. То есть тогда вымерли не только мамонты, но и некоторые их соседи, про которых мы уже сказали, это и первобытные бизоны, и некоторые виды лошадей, и шерстистые носороги, и пещерные медведи, и пещерные львы. Да, можно следующий. Еще, еще. Ну и вот здесь вот приведена такая картинка, тоже довольно известная, часто ее приводят. Вымирание происходило не только там, где у нас обитал шерстистый мамонт, а вообще на всех континентах. И вот видите, цифрами здесь показаны животные, характерные для каждого из континентов, и цифры, которые вписаны в их контуры, это количество родов животных, вымерших на каждом из континентов. И видите, что у нас в Евразии выиграло, в общем, даже не так уж и много. На шерстистом носороге показано 9 родов. А в Южной Америке, например, вымерло 50 родов животных. А еще здесь есть различие цветовой гаммы этих животных. Вот эта цветовая гамма как раз показывает, для каких континентов что в большей степени доказано. Красный цвет – это доказательство вины человека. Синий цвет – доказательство вины, ну не вины, а изменения климата. А есть еще коричневый цвет – это там, где недостаточно данных. Ну вот, это как раз в Южной Америке и в Африке. Там невозможно точно пока что сказать, но может и никогда ученые не договорятся окончательно, что же произошло на этих континентах. Ну, для начала поговорим про Австралию, где вы видите, все-таки действительно большинство ученых не сомневается, что здесь виновен человек. Дело в том, что немножко бледновато. Здесь еще вот эти вот цифры в тысячах лет, там еще синим цветом, голубым цветом наложено изменение климатических условий. А вот это вот красное, прямоугольничек, это то время, когда пришел человек на тот или иной континент, человек современного вида. Даже не только современного. Ну вот, в Австралии, по крайней мере, вымирание мамонта четко видно, что оно произошло не во время изменения в природной обстановке, а непосредственно сразу после того, как в Австралию проник человек. В Северной Америке тоже сторонники антропогенной теории вымирания мамонтов. Один из основных доводов, то, что действительно там уменьшение популяции шерстистых мамонтов, и не только мамонтов, происходит в то время, когда туда проникает примерно 13,5-11,5 тысяч лет назад, человек современного вида. Но одновременно с этим как раз и происходят и климатические изменения. То есть тут ученые чаще всего в последнее время, по крайней мере, говорят о том, что человеческий фактор наложился на фактор изменения климата. Ну, а в Евразии, несмотря на то, что, конечно, современный человек пришел в Евразию быстрее, нежели на остальные континенты, поскольку прародина современного человека Африкой он дошел до Европы и до Евразии значительно быстрее, тем не менее, вымирание все-таки связывает больше тоже с климатической составляющей. Вот видите, только немножко ноги у шерстистого носорога, они такие красненькие, что говорит, что этот фактор тоже влиял, но в большей степени, или, по крайней мере, большее количество ученых считает, что здесь повинны климатические изменения. Да, а климатические, в чем они выражались? Я уже сказал, что в периоды потеплений, которые, как раз именно потепление случилось, 15-13-13 тысяч лет назад, стало выпадать больше осадков, изменился ландшафт, и вместо вот этих вот тундр степей, которые давали корм для растительноядных животных, в первую очередь, они стали преобразовываться, стали заболачиваться, преобразовываться в таежные экосистемы, и, соответственно, вымерли в первую очередь те животные, которые были приспособлены к этим ландшафтам. А можно следующий слайд? И вот как раз сторонники климатических изменений, они приводят в том числе и, например, такой график. Здесь циклограммы, показывающие, чем те или иные животные питаются в первую очередь. Соответственно, белая часть вот этого круга – это злаки. Вот видите, в питании тех животных, которые исчезли, доминируют именно злаки. Та растительность, которая и исчезла благодаря потеплению. А такие виды, как лось, северные олени, овцы, бык, лошадь, они нам хорошо известны и сейчас. Овцы бык, конечно, тоже. То есть некоторые из этих видов тоже подверглись какой-то иллюминации, уменьшении своей численности, ареала. Но про лося и северного оленя, да, мы, конечно, можем с уверенностью сказать, что они сейчас, и сейчас достаточно хорошо себя чувствуют, ну, если бы, может быть, уже не современный прессинг человека. Ну, это вот тоже одно из доказательств тех людей, которые говорят про, в первую очередь, климатический фактор. Но чаще всего, все-таки, ученые еще и совмещают оба этих воззрения. Кто-то говорит, что на, что, может быть, человек доминировал в этой вине исчезновения крупных млекопитающих, а именно в северной части Евразии и Северной Америки. И климат, так сказать, добил уже уменьшающейся популяции. Кто-то говорит наоборот. Климат, в первую очередь, повлиял на количество этих животных, и уже человек, который был достаточно хорошо вооружен, смог их добить. То есть, мало осталось людей, которые говорят об одном каком-то из этих факторов. Точно так же, как можно сказать и про другие вымирания, которые случались на нашей планете. Чаще всего, все-таки, ученые приходят к тому, что это какое-то комплексное воздействие, а не один какой-то фактор, как, например, упал метеорит, и все погибли. Надо сказать, что подобные версии, они благодаря своей такой яркости и впечатлениям на людей, в первую очередь, и привлекают внимание людей, которые, может быть, не очень хорошо в этом разбираются, и пропагандируют подобные теории, в первую очередь. Ну, и средства массовой информации, конечно, картинка таких ужасно-катастрофических явлений, она интереснее, может быть, зрителю, чем довольно сложные взаимодействия, которые происходят в природе, и которые, действительно, приводят к вымираниям. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и вот здесь вот разные виды охоты на мамонтов, может быть, не очень разные, но придя к нашу картинную галерею, вы можете увидеть панно, где показано, как наши древние предки забивают камнями в яме мамонта, но от подобных трактовок уже все-таки как-то ученые отказались, во-первых, копать такие ямы довольно проблематично нашим предкам было, большие, там, больше энергии потратишь на закапывание ямы, чем потом получишь какие-то преференции от съеденного животного. Не говоря о том, что в северных частях, где была вечная мерзлота и современными средствами, современной техникой достаточно сложно сделать эти ямы уж какими-нибудь палками-копалками или лопатками животных, которые применялись в качестве средств для копания. Это просто невозможно было сделать. Ну, то есть, вот от такой картинки уже давно отказались. Хорошо известно, что есть современные племена, которые, африканские, которые все-таки охотятся на мамонтов, несмотря на всю массивность этих животных и достаточно приличную агрессивность, они позволяют себе охотиться на этих животных. То есть, теоретически, конечно, такая картина охоты как в верхнем правом углу она тоже могла присутствовать. Ну, вот еще чуть потом побольше поговорим про вот эту нижнюю картинку. Существовали какие-то природные ловушки, которыми человек тоже пользовался. И есть тоже документальные свидетельства того, что именно так могло происходить. Следующий кадр, пожалуйста. Да, и противники антропогенной теории, они часто указывают на то, что, собственно, вещественных доказательств того, что человек активно охотился на мамонта и мог привести к тому, что эти животные исчезли, их очень немного. И вообще плотность населения человека что в Северной Америке, что в Северной части Евразии, она была такая небольшая, что вообще странно говорить о том, как человек мог повлиять на такое количество животных, которое тогда обитало, а кости этих животных мы находим иногда в огромных количествах, и это не редкость. Ну, здесь показана как раз Западная Сибирь, и поскольку Алексей попросил рассказать не только вообще о мамонтах в целом, но еще конкретно о нашей территории, как наша территория представлена в этой проблематике вымирания мамонтов. Вот обратимся к такой картинке, например, это основные политические памятники, которые существуют в Западной Сибири, и вот под цифрой 2 это единственная стоянка древних людей каменного века, того периода, когда мамонты одновременно существовали на нашей территории вместе с людьми. Люди и мамонты были тут вместе. То есть всего одна стоянка нам известна. Такое положение, причем она самая северная в Западной Сибири, а мы видели ареал мамонтов, он распространяется на огромное пространство. Конечно, такая картинка еще связана в том числе и с плохой изученностью нашей территории, просто мы еще не нашли все памятники, которые несомненно и есть на этой территории. Но все равно плотность населения человека действительно не была столь большой, чтобы как-то можно было с уверенностью говорить, что они могли уничтожить мамонты. Следующий слайд, пожалуйста. Местонахождение Лугаское, которое расположено совсем недалеко от Ханты-Мансийска и является единственным крупным скоплением костей мамонтов и одновременно стоянкой древнего человека. Надо сказать, что ко всем скоплениям мамонтов приурочены находки артефактов палеонетических людей, людей древнекаменного века. И на местонахождении Лугаском первоначально были найдены скопления костей мамонтов, там найдено несколько тысяч остатков этих животных, по крайней мере от 30 особей и еще большое количество костей этих животных находится на местонахождении и не выкопаны. Следующий слайд, пожалуйста. У нас в музее прежния человека, вы можете видеть смонтированные скелеты этих животных. Следующий слайд из остатков как раз найденных на местонахождении. Вот это одно из немногих как раз таких свидетельств охоты человека на мамонтов. Тоже найдено на местонахождении Лугаской, это позвонок мамонтов, пробитый наконечником охотничьего оружия, дротика или копья. И в Азии, в Евразии сейчас известно еще в европейской части одноподобная находка в костенках. Это очень известный археологический памятник. Там огромное количество костей мамонтов и одновременно жилища древних людей найдены. Там всего единственная находка среди тысяч костей этих животных с поражением охотничьим орудием костей мамонта. И еще относительно недавно на Янской стоянке в Заполярье на берегу Северного Ледовитого океана в Якутии было найдено сразу две лопатки в одном местонахождении, где человек тоже поразил мамонтов такими наконечниками, включавшие в себя и каменный материал, который застрял в костях этих животных. Согласитесь, что на огромное пространство Евразии и такое количество свидетельств именно непосредственно охота человека не очень велико. Следующий слайд, пожалуйста. А, да. А можно вернуться наоборот назад? Еще назад, еще назад, еще, еще. И вот как раз для Лугаскова реконструируется подобная картинка, как внизу. мы видим, когда мамонт застревает в такой грязевой жиже, которая и сейчас там присутствует, и сейчас можно там достаточно легко завязнуть. И считается, что и 13-15 тысяч лет назад, когда там погибали мамонты, и когда туда приходил человек, существовала такая тресина грязевая, где мамонты застревали, и охотники имели возможность подойти вплотную к этим животным и добить. Можно следующие? Дальше, дальше. Да, а, вот здесь показано то оружие, тот тип оружия, которым, скорее всего, и был выражен позвонок, так называемый наконечник вкладышевого типа, найденный на более южных, юго-западных стоянках в Омской и Свердловской областях. это такой костяной наконечник в пазы, которого вставлялись тоненькие каменные пластиночки, которые в позвонке как раз и застряли. Вот, пожалуйста. Ну, тут какие-то элементы нашей работы на местонахождении. Вы видели сначала, как добываются палеонтологические материалы, приходится рыться в такой грязи, глинистой обводненной массе, а археологические материалы. Но они присутствуют и там тоже среди костей. Но есть и на террасе того ручья, в ложе которого захоронены остатки мамонтов. То есть человек сидел на берегу ручья или добивал животных, или приходил туда и пользовался уже остатками костными, остатками бивнями животных. Дело в том, что бивень являлся одним из таких важных материалов для человеческого времени. Следующий слайд, пожалуйста. Вот так выглядят остатки каменного инвентаря. Здесь представлены орудия. Но точно так же, как и в наконечнике, который был показан, большинство этих каменных орудий не использовались как по отдельности добрался камень в руку и что-то делался. они вставлялись или в деревянную или в костную основу. И это было сложное составное орудие. Следующее. Если говорить о человеке, то эти люди, охотники на мамонтов, предполагаемые охотники на мамонтов, они были совершенно такие же люди, как и мы с вами. Не надо представлять, что они были такими дикими. Вот видите, это погребение Кроманьонца, очень известное погребение, найденное в Владимирской области на стоянке Сунгирь. И возраст этого погребения еще древнее, чем стоянка Луговская, 28-30 тысяч лет. И богатое погребение, по которому мы можем видеть не только морфологические особенности тех людей, которые тогда жили, но и элементы, можно восстановить элементы одежды, насколько богато она была украшена. И вот этот весь бисер, всякие накладки, которые на одежде древних людей существовали, они в первую очередь делались как раз из бивня мамонта. Следующее. Ну и мамонт играл очень важную жизнь в роли человека, даже про все аспекты сложно сказать. В Восточной Европе найдены несколько стоянок как на территории нашей страны, так и на территории Украины. Очень интересные поселения, где люди из костей мамонтов строили свои дома, люди рисовали мамонтов, то есть люди уже тогда обладели очень хорошо теми видами искусства, которые развелись и позже, то есть они могли и рисовать известные замечательные совершенно рисунки из Франции и Испании. Из кости и из камня делались фигурки, статуэтки, в том числе и животных, и человека. Здесь уникальная находка вы видите, это такая удочка или флейта найденная в пещере в Германии и возраст этой флейты где-то 35-40 тысяч лет. Там было найдено сразу две флейты, одна была изготовлена из кости птицы, а другая тоже из бивня мамы. Здесь на фотографии скорее всего та, что из кости птицы. Ну, а так человек конечно сосуществовал с мамой не только как с объектом добычи. Некоторые палеонтологи и археологи считают, что точно так же как это хорошо известно, что современные слоны мигрируют, постоянно передвигаются и пути этих миграций они достаточно постоянны во времени и в той тундре степи, в которой существовали эти животные они натаптывали дороги, которыми скорее всего пользовались не только они сами, но в том числе и наши давние предки. Поскольку было мало растительности точно так же как в современных каких-то аридных ландшафтах там где степи, пустыни, полупустыни, где люди живут и активно пользуются пометом современных животных для того, чтобы просто поддерживать огонь, точно так же считается, что древние люди могли использовать высохший помет мамонтов в качестве дров. Следующий слайд, пожалуйста. Ну ладно, я, наверное, заболтался. Давайте пропустим. Еще пропустим. Да, ну и кроме Лугаскова можно сказать, что буквально в этом прошлом году было открыто еще одно местонахождение с массовым скоплением остатков этих животных на территории нашего округа местонахождение Камудваты, и оно значительно севернее, и как мы и надеялись, мы в этом году там нашли тоже и следы присутствия человека рядом с складыщем этих животных найдено несколько отщепок и он принес, можно будет потом подержать в руках эти артефакты. Ну то есть вот на все наше огромное пространство пока что найдено всего две стоянки, одна из которых только-только найдена и еще не изучена. Следующий слайд, пожалуйста. Ну это вот литно самое местонахождение. Следующая. Достаточно большое количество сразу нам удалось найти вымытых уже костей. Следующий слайд. И в прошлом и в этом году были заложены небольшие разведочные такие выведенные зачистки канавы, шурфы, в которых были найдены остатки этих животных и каменные артефакты от щепок. Следующий слайд, пожалуйста. И среди еще интересной находки это фрагмент бивня, который предположительно тоже был расщеплен человеком. Следующий слайд. Вот здесь находки этих пластинок каменных непосредственно в расходке. Следующий слайд. Ну и в принципе мы с вами можем находить кости этих животных где угодно, в том числе и в черте города они находятся. Можно пойти на те территории, которые отсыпаны у нас песком для застройки новых домов и пройдясь по этим таким рукотворным пустыням найти кости этих животных, которые были вечерпательными машинами подняты со дна реки и по берегам реки регулярно тоже можно встретить отдельные остатки этих животных. Здесь показаны раскопки фрагмента скелета в Семикинском яру, а до этого еще лет 20 уже прошло или 30 назад 20 был найден полный скелет трагонтериево слона это тоже один из видов мамонта который обитал в том числе и на нашей территории и считается что он является непосредственно предком шерстистого мамонта следующий слайд пожалуйста здесь вот тоже фрагмент скелета найден около поселка Андра и вот там виден Василий Иванович который присутствует в зале он тащит этот бивень а вот вот это такие два отверстия это как раз фрагмент черепа и это альвеолы где собственно бивни и располагались это я привел как показатель того что кроме крупных скоплений которых всего два пока что найдено у нас в округе нередки находки отдельных как фрагментов скелета фрагменты скелета конечно находятся редко а вот отдельные кости они встречаются в достаточно большом количестве практически на каждом еру на эстэше на ами вы можете самостоятельно найти такие интересные находки следующий слайд пожалуйста не знаю рассказывать про эти замечательные находки сначала Дима шли это 60-х годах мамонты они чем хороши мамонты хоть и вывершили животное но он изучен настолько хорошо и настолько пристальное к нему внимание что немногие современные виды животных могут похвастаться такой изученностью дело в том что мамонты в отличие от других выверших животных они находятся еще практически в целом в виде такие уникальные находки как Дима и Люба мамонтята Люба практически полная нет утрат они позволяют нам изучить не только костные остатки но и мягкие ткани изучить чем питались эти животные посмотреть внешнюю морфологию мягких тканей заглянуть во внутреннюю и получить еще такие материалы как ДНК этих животных и уже мамонтов изучают прямо на популяционном уровне благодаря тому что из разных находок выделяют ДНК и можно понять например были сделаны исследования ДНК мамонтов и благодаря этому было выяснено что мамонты которые ушли из Евразии в Северную Америку потом из Северной Америки возвращались в Евразию накопив там уже свой генетический и свои генетические отличия от евразийской популяции вернулись в Евразию и вот этих мамонтов удалось найти впоследствии и в Евразии следующий слайд пожалуйста ну здесь эта схемка показывает родственные взаимоотношения между современными слонами и как раз шерстистым мамонтом и еще одним видом хоботных это американский мастодонт кстати американские мастодонты они тоже жили достаточно долго и сосуществовали вместе шерстистыми мамонтами Северной Америки следующий слайд наверное я еще очень много о чем не рассказал но чувствую что что наверное можно перейти к вопросам спасибо спасибо спасибо